Учаровать, что машина душегубки изобрела не гестапо. Душегубки изобрела первое НКВД. И при том, по тем сведениям, которые мы располагаем, по крайней мере, это даже прерогатива была Минского оперотдела НКВД, но они применили другой способ. В одну из глухих подвальных камер просто с машины подвели шланги. Они не использовали классические душегубки, которые потом немцы применяли. Крематорий Донского монастыря в Москве использовался для сжигания врагов народа. Но немцы рассчитывали, дешевле газом у травы, ну дешевле это все. И потом дешевле полить, допустим, и пепел закопать, чем ямы выкапывать и на каждого по патрону, по два патрона, иногда по три патрона использовать. По рогам! Трудового советского народа! Огонь! В НКВД человеками убивали порой одним выстрелом. Ставили по два человека, по три сразу и стреляли одним патроном? По поводу, да. Это соцсоревнование трехлинейная винтовка. Тогда ставили три человека в затылок друг к другу. И, учитывая высокую пробиваемость калибра 7,62, то есть винтовочный патрон, они устраивались в стране с тобой шубью. Сама система непосильного труда в немецких концентрационных лагерях была скопирована с нашей колонии с Магадана. В штольнях рубили камень, носили там и так далее. До присоединения захвата нашей страны уже были в списке подготовлены работниками спецслужб тех людей, кого сразу надо в первый же день выселять. И в 40-м году уже выезжали эшелоны. В общей сложности, по моим подсчетам, в Германии было репрессировано не более 1% населения. В Советском Союзе, в зависимости от региона, эта цифра не менее 10-15%, а по некоторым городам, областям до 25-30%. Вот кёльнская знаменитая эта тюрьма, самая жесткая по содержанию. Сколько в этой тюрьме было казнено противников Германии? Ну, как-то сначала я не выслышал ответственность. Ну, наверное, несколько сот человек. Тогда меня немножко насторожило. У нас в Беларуси только во внутренней тюрьме НКВД было за одну ночь расстреляно более 100 видных представителей, а в другие ночи стреляли по 200 и по 300 человек. То есть фактически за 2 или 3 ночи функционирование Минской тюрьмы НКВД внутренней было уничтожено больше, чем в Кёльне в тюрьме гестапо за время существования нацистского режима. Гестапо выбивало показания из людей, которые реально совершали или пытались совершить преступления против Германии. НКВД выбивало показания из тех людей, которые, как правило, никаких преступлений не совершали против советской власти, и в голове у них не было их совершить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все парады у немцев и все парады у Красной Армии, преобладающие красным цветом. Но с другой стороны, красный цвет от Рима пошел. То есть на красном фоне не видна кровь, противник не может радоваться. Но вот это вот, потом, когда он стал цветом социализма, и в Германии, и в Советском Союзе, это сближало. И метода, которая отрабатывалась, метода расстрелов, она, конечно, отличалась немножко от расстрелов НКВД. НКВД проводило расстрелы по системе, вернее, я сказал, бессистемно. Они привезли, выкопали бесформенную яму, расстреляли, закопали, трупы утрамбовали неэффективно. Нацисты поставили это на научность. Ров должен иметь определенную длину, глубину, трупы должны штабилироваться. Они то же самое применяли, те же способы. Из пулемета в затылок расстреливали, но они это делали технологично. Почему в захоронениях, что в нацистских, что в НКВД не находятся дорогих вещей, колец там и так далее, потому что все, и те, и другие, изымали перед расстрелом? Куда это попадало? В Минске, в оперном театре, в подвальном повещении был склад, куда свозились эти вещи, и потом жены сотрудников НКВД и сами сотрудники НКВД могли выбрать, что им нравится. Это было в 1937-м. Нацисты стали это применять уже в период оккупации.